Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра 8 класс. Автор Макарыч. Задание 110. Выполните умножение. В пункте А у нас умножение двух дробей. Умножение вот этих двух дробных рациональных выражений выполняется точно так же, как и умножение обыкновенных дробей. А именно, мы перемножаем знаменатели 12х в третьей степени и записываем результат. Вернее, это числитель мы перемножили. Вот произведение числителя в числитель записали, а произведение знаменателей в знаменатель. 5 на 12 – это 60, а х. Но вот можно было бы и не умножать. Почему? Потому что нам теперь придется делить на 12. а можно было бы сразу. Но это когда вы научитесь умножить, то вы сразу потом и будете вот так делить. То есть на 12 разделим числитель, на 12 разделим знаменатель, получим 5. А теперь 3 множителя х, х в кубе – это х на х и на х. То есть 3 множителя х. Вот на 1 мы сократим, останется 2. Ну и в знаменателе 1 уйдет. Что у нас получилось? Х в квадратке в числителе, в знаменателе 5, а. Всё, больше сократить ничего не можем. Пункт В. Здесь у нас 8С во второй степени на 15М. и умножить на 1, делить на 4С квадрат. Точно так же и здесь. Числители перемножаем 8С квадрат. 8С квадрат на 1 – это 8С квадрат. И перемножаем знаменатели. А давайте мы перемножать 15 на 4 не будем, а вот так и запишем 15 на 4. Почему? А потому что нам придется сокращать 8 и 4, мы потом сократим. Так, что у нас ещё? Какие множители в знаменателе? Ещё у нас множитель М. И ещё у нас множитель С в квадрате. Вот теперь 8 и 4 – это 2. Здесь единичка. С в квадрате в числителе, С в квадрате в знаменателе. Это мы сокращаем. Остаётся в числителе двоечка. В знаменателе остаётся 15 и М. То есть 15М. Всё. Пункт В. Здесь у нас 11А в четвёртой делить на 6 и умножить на 12В и делить на А в пятой степени. Вот и здесь мы тоже перемножать 11 на 12 не будем, потому что там сокращение у нас получится. Поэтому так и запишем. А 11 умножить на 12, потом А в четвёртой степени и В. Так. Мы теперь здесь 6 и А в пятой в знаменателе. И сокращаем. 12 и 6 – это мы на 6 разделили. В числителе двоечка у нас. Так, А в четвёртой и А в пятой. Значит, на А в четвёртой можем разделить одновременно и числитель и знаменатель. Тогда в знаменателе останется просто А. Теперь 11 на 2 умножаем, получаем 22В. Так. И разделить. И только А у нас осталось в знаменателе. Пункт Г. 4Н в квадрате делить на 3М в квадрате. Умножить на 9М и делить на 2. И здесь мы тоже числа, вот эти коэффициенты, мы не будем перемножать, а просто так их запишем. 4 умножить на 9. Дальше умножить на Н квадрат и умножить на М. Ну, вот этот знак умножить, вы же понимаете, что он тут есть. 9 умножить на Н квадрат и умножить на М. Я их просто не ставлю, потому что они подразумеваются. Но вот здесь 4 умножить на 9 я должна его поставить, потому что если я просто напишу 4, 9, то это получится 49. И никак не 4 умножить на 9. Так. Ну, это так. И теперь в знаменателе у нас 3М квадрат и еще умножить на 2. А вот теперь я сокращаю. Ну, 4 и 2 сократится здесь двоечка, здесь единичка. 9 и 3 тоже сократится на 3. Так. Три в числителе единичка в знаменателе. Теперь Н квадрат ничего тут не сокращаем. А вот М на М разделим и числитель, и знаменатель. В знаменателе останется одно М. А вот теперь мы перемножаем. 2 на 3 – 6. Н в квадрате делить. На А в знаменателе осталось только М. И все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Записывайте свои предложения и пожелания в комментариях. И смотрите следующее видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok